здравствуйте товарищи я думаю что многие из вас заметили что большинство наших сограждан в общем то люди покорные тусим режим приказал надеть маски и они в общем то даже не споря надели маски и выполняют требования абсолютно не задумываясь почему так происходит мы попробуем разобраться сегодня и пригласили мы в гости доктора биологических наук Сергея Вячеславовича Савельева здравствуйте здравствуйте Сергей Вячеславович вот озвученная мною проблема почему так происходит вот куда делись те русские богатыри которые там брали меч и сказали да пошли нафиг хазары грубо говоря ну да сначала они брали меч у хазар потом значит их посылали это так бывало да но русские богатыри во-первых не все если вы смотрите детские мультфильмы то там видно что богатыри не так много все остальные богатыри не годятся то есть как пел известный поэт и исполнитель высотских настоящих буйных мало вот и нету вожаков то есть у нас здесь чистая так и та же самая проблема то есть люди с такими способностями чтобы во-первых вести за собой во-вторых чтобы возглавить что-то в третьих рискнуть жизнью вопреки здравому смыслу и таких очень немного в этом проблема и эта проблема всегда была у всех народов то есть поэтому эта проблема не только нет 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 проблема это не русского от нас все такие в Европе еще хуже еще по корне еще чуднее в этом отношении и поэтому они там изгаляются над ними как хотят причина на самом деле очень глубинная и очень древняя с которой очень трудно справиться в чем же дело дело в том что вся эволюция человечества началась но там где-то когда мы стали двуногими когда мы пошли на двух ногах значит это четыре с небольшим миллиона лет назад и с этого момента вдруг оказалось что когда мы уже приобрели некоторые свойства человека райский период в который во время которого у нас было сколько угодно пищи белковые растительные сколько угодно тепла возможности для круглогодичного размножения и все остальное вот этот момент закончился и дальше началась очень жесткая эволюция жестким отбором а у наших далеких предков почти ничего не было поэтому большая часть из них вымерла просто физически и сейчас мы находим там в эфиопии множественные остатки множество множество вариантов строения но это все история а самое главное за счет чего выжили вот те самые кто остался и кто дал ту тоненькую ветвь приведших человечеству те кто смог решать шайкой то есть коллективом объединяться объединяться на и здесь очень сложно объединяться попробуйте объединиться там тем же собакам стаи проблемы даже с этими волки в стаи тоже проблемы делешь пищи непрерывной и вот эта социализация то есть короче говоря умение жить совместно и привела к формированию нашего мозга который у все у всего человечества более-менее похож хотя и разные значит в чем дело дело в том что лобные области которых так любит порассуждать психологи они возникли как инструмент снижение социальной агрессии то есть пример приведу для того чтобы было сразу понятно зачем они нужны женщины которые умирают от анорексии известный факт известный там до 45 килограмм она еще что-то питается он перестает и умирает лечит эту болезнь все знают что нет но просто память короткая во-первых лечит а во-вторых еще в 60-х годах и увеличили во всей европе и америке как вводили в височную область скальпелетчик острый и подрезали нижнюю часть лобных областей что происходило с девушками они начинали питаться нормально у них восстанавливались месячные циклы все нормально кстати говоря врачи говорили что особых изменений сознанием то нет то есть не в общем то не очень то и нужно это при их жизни то есть иначе говоря в этом прямом эксперименте на человеке на мозге доказано что лобные области нужно для того чтобы что делать подавлять персональную агрессию для получения пищи если эти лобные области захватывают мозг полностью человек может отказаться полностью от пищи погибнуть то есть эволюция шла по выработке этих самых лобных областей как тормозных центров чтобы в социальной среде делиться пищей с неродственными особями вот в чем фокус и чем больше человек делился чем больше делились небольшой популяции пищи тем больше шансов было на выживание так вот завершая этот исторический сексу что можно сказать что лобные области большие развитые они сформировались как инструмент обмена пищей возникли они естественно в первую очередь у женщин поскольку они долгое время выращивают потомков но даже у обезьян это больше 10 лет а уж у человека и подавно там ближе к пенсии только мама перестает подкармливать дичоныша неразумного поэтому что получается лобные области а с мужиками женщина поделись генетически обмениваемся вынуждены как-то размножаться поэтому получили мужики в результате вот эта система социальной как говорят сейчас ответственности еще что то есть дележа пищи с неродственными особями она очень распространена и отбор шел по этому принципу если ты схватил хороший кусок мяса украл убежал то тебя что делали укорачивали ровно на тот самый мозг который у тебя не вышел и это продолжалось на протяжении многих тысячелетий в результате чего возник жесткий механизм отбора по наличию вот этих лобных областей которые являются признаком социализации примата и чем в результате что происходит вам сказали оденьте масочку в отделе социализация вас отбирали на протяжении нескольких миллионов лет по этому признаку и что вы свои миллионы лет можете противопоставить там вашим убеждением который когда поскольку за тем что к чему вас призывают стоит огромная эволюция которая на вас давит то есть вот этот принцип и не позволяет проявлять индивидуальность но другая сторона медали а те кто проявляет эту самую индивидуальность и говорит что там ну ребята вы уже один раз денег наворовали вроде бы хорошо получилось понравилось но может второй раз как-то поаккуратней с этим делом все-таки не так откровенно отбивать деньги потраченные на заводы на по производству масок ну как-то как-то поскромнее себя повести до таких единиц и почему потому что если человек не будет вести социализированную жизнь то что первое его выгоняться работа но еще он будет на этих есть называется правдоискатели на вот раньше с ними поступали просто раз правдоискатели иди сюда на костер но на костер это кому повезло обычно же не так обычно же люди одаренные способные которые не разделяют общего стадной точки зрения и в науке и в политике и в экономике уничтожаются методично всем окружением все будут против не из-за того что они хотят сгноить вот такого выдающегося нет они результат биологической эволюции а он результат социальной эволюции то есть он думает своей головой и ценности взвешивает по высшему гамбургскому счету они ценности идеи измеряют тремя вещами еда размножение доминантность то есть выпендрешь сколько самок окучил сколько потомков надел значит дальше сколько еды украл смысле денег и спрятал в швейцарском банке чтобы только швейцарцы могли пользоваться понятно эту глупость я вижу где уже десятилетия ну и третье выпендриваться ну в чем надо ездить на золоченом роллс-ройсе вот это настоящий признак доминантности а это биологические признаки это человечество общинников отношения не имеет ребята отстегните хвост и но эта среда вы посмотрите законы которые принимаются они о чем а возможности бесконечного размножения плодить и размножать а возможности давать минимальные прожиточные минимумы этим которых самых разводят как тараканов на грязной кухне неважно как у них образование было много и потом единственное с чем проблема это с выпендрежем потому что на всех пряников золоченых роллс-ройсов да не хватает в издут возникают некоторые трудности но сейчас слава богу придумали такую вещь как интернет где всякая мартышка может купить iphone и натыков себе какой-нибудь блока еще что-то она может выпендриваться это снижает социальное напряжение конечно потому что во первых они находят выход псевдо потому что это же электричество все может просто отключить нет во вторых они создают у себя иллюзию что они кому-то нужны востребованных там миллионы просмотров там и прочее прочее им кажется лайки это 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 и есть прямая доминантность чем мне нравится интернет там прямая демонстрация доминантности причем несмотря на то что я говорю об этом регулярно взять продолжать все так же потому что биологическая сущность от этого человека не меняется именно это лежит в основе вот этой покладистости потому что в рамках существующей системы вы можете получать все то же самое что вы получали когда у вас хвост был до 5 времена то примитивнейших приматов потому что принципы все и самое главное что этим всем руководит в чем ценности этого всего человеческий мозг не любит напрягаться по одной простой причине он не хочет тратить энергию и энергия она очень велика я уже многократно говорил если мы думаем интенсивные 25 процентов всей энергии организма если не думаем то 10 и если мы не думаем не тратим лишнюю энергию то наш мозг с большим удовольствием охоты вводит нам то есть вырабатывает эндогена внутри мозга прекрасные соединения столь полезные в известной среде это канабиоиды опиоиды окситоцин эндорфин и масса масса всего другого короче говоря если вы не думаете вообще ничего и живете как растение по трем известным признакам то вы получаете ежедневно свою дозу наркотиков а что происходит когда такие исторические события как революции вот тот который вчера как бы ни о чем не думал вдруг он становится как по гумилеву пассионарным начинает действовать там отстаивать свои права вот что происходит эти исторические промежутки с биологическим видом под названием человек дело в том что все революции экономические процессы которые происходят глобальные не глобальные это результат набора эволюционных процессов то есть процессы биологической эволюции человечества как это все происходит но вот пример мне нравится этот пример 19 век да но все было хорошо патриархальный мир все нормально и не надо ничего было но из-за того что доминантность и жадность они бесконечны значит стал развиваться какой-то научно-технический прогресс и что понадобилось власть имущим они стали что делать увеличивать объем образования но с этим столкнулся петр первый я уже об этом говорил он когда решил в навигаторские школы арифметический шоу набрать детей бояр выяснилось что они тупые нет но они же привилегированная высшая часть общества есть они могли отлично воровать деньги размножаться но как и сейчас как современные как современные да то есть вот то что ниже пояс у них отлично поставлено вот а все остальное с большими затруднениями то есть пользоваться папиной кредиткой они могут но больше ничего он попытался ничего не получилось и он не смог решить проблему там из ста человек два три только тянули элементарную арифметику это и только екатерина смогла решить она отменила все табели о рангах имеется ввиду социальную ирархию при наборе в такие школы и сказал все кто угодно кто может и и только после этого большина проблема подготовки русских морских офицеров никак не получалось из выдающихся дворян и бояр получались только идиоты которые могут размножаться они навигаторы то есть вот такая ситуация такая же точно в девятнадцатом веке я к чему веду к революции значит вот девятнадцатый век все хорошо вера в научно-технический прогресс стали требоваться инженера появилась квалификации очень качественное образование университет стали готовить инженер инженер просто так работать не будут он не зря учился ему нужен деньги мы стали платить астрономические деньги посчитайте гарина михайловского студента инженера что это был астрономические деньги по тем временам они строили дороги пароходы там пристани причалы там разные оборудование которое нужно было для техники оно приносило огромную прибыль им еще больше еще больше этих инженеров становилось все больше а это высоко квалифицированный образованный уровень их дети уже оказались людьми супер обеспеченными и очень образованными да еще напоминаю вам произошел искусственный отбор отбирали то способных они как сейчас преданных результате получается что способном создали условия для эффективного размножения чисто биологический процесс потому что было выгодно отлично чему это привело всего через два три поколения произошли те самые буржуазные революции которые смели все правительства европе и в том числе и в россии бедные несчастные почему потому что когда только людей с особой конструкции мозга как от инженеров их кай пропорции достигает десяти процентов ну примерно с этого момента правительство обречено потому что эти ребята точно организуют так что эти тупики которые их вырастили на никогда не сообразят как это произойдет именно поэтому вся русская аристократия щелкала как пьяная ворона клювом на то что происходило вокруг них на глазах ясно ну вот она они просто проспали все да потому что их конструкция мозга была уже нужна только для гильотины и использовать ниличу нельзя ну вот это же самое произойдет сейчас сейчас происходит ровно то же самое эволюционный процесс продолжается власть имущим захотелось огромное количество компьютерных мальчиков которые они не понимают что они там тыкают поэтому для себя прелесть но нужно знать хотя бы азы программирования нужно знать азым от анализа то есть нужно иметь образование какое образование тебе дадут в оксфорде тебя научиться подписывать свое имя и тыкать карточку да вот это пожалуйста это может быть короче говоря сейчас происходит такой же точно процесс также идет отбор и вот революционные ситуации если говорить глобально они возникают не на пустом месте когда количество людей с отобранным мозгом новые конструкции которые за гранью понимания власть имущих достигает но 10-15 процентов и тогда все происходит как выключатель в темной комнате включается и все а дальше поскольку еще раз повторю огромное количество людей знает что они никогда в стабильной системе не всплывут над ними железобетонная плита из родственников знакомых денег семейных связей через которые они никогда и никуда не пробьются как только начинает светить история в которой эта плита будет разрушена и будет формироваться тут же новое понятно тут же начнут городить точно такую же в этот момент кто-то может проскочить в этот момент вот эти все авантюристы предприимчивые бабуины которым все равно какая власть абсолютно все равно и за что бороться они все бросаются в эту систему она тут же как снежный кум нарастает каков сейчас процент вот этих людей где-то около пяти процентов то есть уже половина уже готов уже очень опасно а кроме этого еще из-за компьютеризации которая происходит эволюционной революционным образом так сказать кажется мы часто раздадим всех компьютеры и всех поставим под контроль то как дети они раздадут всем компьютеры и вот эти мальчики которые умеют ими пользоваться в отличие от тех кто раздает их количество как на дрожжах растет и еще там несколько лет и будет критическая масса эти не понимаешь ничего не проконтролируют эти ребята тремя клавишами спокойно начнут их контролировать самих так что те не заметят что уже происходит масса исправиться с этим невозможно потому что называется это эффект больших выборок но если у вас компьютерной грамотностью владеет 100 миллионов человек а среди них 20 миллионов которые владеют системой программирования никакая служба к ни с чем не справится ну служба к купят их поставить себе на службу денежек не хватит 20 миллионов человек купить поэтому знание это сила потому что она опасная сила и контаконтроля не поддается то есть вот в чем дело и это неизбежно произойдет смена для этого нужно учитывать то что происходит человеческим мозгом то есть по какому принципу отбирают что мы хотим получить если этого не учитывать то эти ребят ребят все обречены поэтому как бы очень опасно запускать этот механизм но человечество ничему не учится вот уже который цикл мы проходим ровно а эти циклы становятся все короче почему потому что за счет распространения сначала печати то есть грамотности образование вынуждены все обращаю внимание все хотели навариться все хотели заработать на железных дорогах на автомобилях на всем вкладывали деньги действительно зарабатывали но это приводит к следующему эволюционному этапу обращаю внимание искусственного отбора мозга того же самого что и четыре с половиной миллиона лет назад когда нужно было просто в компании едой делиться да так здесь только критерии отбора стали посложнее сергей вячеславович вот вы сказали что вот уже пять процентов таких граждан которые в общем то готовы к революционной ситуации однако власти я думаю прекрасно это понимает и она сейчас развернула целую кампанию как бы оглупление отупления населения то есть уничтожение системы образования то есть вместо учителя в школе планшет с закачанными туда властью программами да уничтожение творческого начала у детей и так далее вот как противостоять всему этому что творят для власть этого чем занимается потому что мы приняли реформу школы она ее почти убила мы приняли булонскую конвенцию и разрушили высшее образование мы провели реформу науки и и практически уничтожили то есть осталась только та наука которая востребована но проблема заключается в том что даже ракету строить будет некому потому что это дергалось из гражданских институтов то есть они занимались другими проблемами становились большими специалистами шли в оборонку это все заканчивается и наработки восьмидесятых годов они в общем-то выдохлись больше нечего в танки пихать электронику современную и выдавать это за новое к сожалению это все старое то есть принципиально новые разработки они требуют принципиально новых людей и процесс отупения да и на западе и у нас это все идентично происходит до одним лекалом одним лекалом все это одинаково но проблема заключается в том что в одних странах это идет а в других странах не идет есть мы опять должны открутить чуть-чуть назад в эволюции в чем дело дело в том что в европе и это безусловно пройдет потому что никакого евросоюза не было если там была такая же ситуация как россия в чем разница разница в том что крестовые походы начались не с ближнего востока они начались с центральной европы в которой на религиозной цели надо было сдавать 10 кто не платил приходили ребята из соседних стран княжеств и на коле это от 60 до 80 процентов населения уничтожилось физически кто выживал подлецы договороспособные граждане стукачи и люди у которых с морали очень хорошо то есть она отсутствует начисто то есть результат нашли в общество цвет общества сегодняшней европы это скопище биологических подлецов поэтому с ними ни о чем вообще нельзя договориться они вообще ничего не понимают это надо забыть об этом а результаты вполне биологичные в европе мозг полегчал на 250 грамм нормально они методично снизили массу мозга потому что для того чтобы вести себя как скот в прямом смысле этого слова то есть когда тебя пастушок гонит прутиком больших мозгов не надо результат европа где проводились все эти измерения потеряла примерно 200 250 грамм за последние несколько тысяч лет потому что неандертальцы и кроманьонцы даже неандертальцев если учить то у них был мозг среднем 1560 1540 грамм а массы хоть даже по массе об остальном не говорю а сейчас в европе 1320 как-то не очень но зато они покладистые аккуратные зато во франции все порожки одинаковые все двери одного размера не надо такому человеку ничего доказывать сказал оденем маску на пошел в россии совершенно другая ситуация я все время привожу пример с голубятней вот представьте что вы голубевод у вас большая огромная голубятня и вот у вас там новые птенцы новые голубчики что делает голубевод я многократно это наблюдал мне много было знакомых голубеводов они смотрят раз там там полетел чиграж нормально хорошо полетела него отсматривают как вот это а вот это плохо так когда они садятся идут за кормом сворачивает голову и кошкам который плохо который плохо конечно вот так же и в европе происходило все равно все возвращались на корм к своим местам если там князь менялся через два дня уже могли отрубить голову последнему крестьянину потому что очень маленькие расстояние очень плотное население а в россии что в россии была обратная система голубятня в россии была всегда открыта я приводил пример с петром первым и екатерина то есть им что приходилось голуби заселяют там все но один приходилось приманивать и только самые агрессивные активные ищущие денег счастья и славы собирались в города вот тут уже их начинали откручивать головы то есть отбор был по сути дела сначала первичные они приходили под отбор уже отобранные буйные вот а потом их еще здесь шерстили уже в крупных городах то есть россия в этом отношении если что-то не понравилось он ушел в лес вон как там у нас одна была реформа старобречество которое вызвало и до сих пор не справились смешно говорить европе таких было полно приводил к катастрофам если это не становилось религией целого государства что происходит в россии в результате сохранен гигантский полиморфизм то есть изменчивость мозга у нас есть как люди с маленьким маленьким вот так если очень большим и его не подравнивали как в детском мультфильме там про мальчишек и большише когда так немецкие солдаты разнаколевые подходы шлагбаум сверху шпок и они такие все одинаковые вот у нас такого не было у нас не было систематического всепоглощающего распространено всю группу отбора искусственного вот этого самого по признакам покладистости подлости стука художественного аккуратности плачения налогов и прочее всякого то есть иначе говоря их биологически сделали теми голубями которые мы сегодня видим в россии не так в россии для того чтобы решать государственные проблемы все время сыпали корм куда собирались наиболее активные жадные из стран страждущие и тогда как раз среди них проводился отбор а полиморфизм сохранился огромный потому что из этой голубят не может всегда было уйти убежать и тебя не найдешь на такой территории такой страны не никогда то есть иначе говоря получается так что мы сохранили свой древний гоминидный то есть в хорошем смысле этого слова полиморфизм мозга из которого можно черпать сегодняшние гениев гениальных программистов математиков выдумщиков всяких которые бог знает что в том числе в компьютерах делают и в мировой сети бесконечных этих хакеров которые настолько изобретательны от того что их так научили вот прям собрались какие-то тайные гений их учат да вы посмотрите на них полусумасшедшие как правило а тем не менее они делают то что никто не может делать в мире почему потому что у нас сохранен полиморфизм мозга и поэтому ребята упрощайте образование учить всех это вообще вредно учить дураков вообще только портить поэтому сокращайте образование но те кто останется и те кто воспользуется тем что образование то возможность воспользоваться обучением они то что ты обязательно образовался нет это тебе дали возможность а раз они расширяют возможность вот этих которые которым интересно учиться и которые будут образовываться они образуются и этот процесс по сути дела они пытаясь задавить усреднить снизить уровень образования на самом деле стимулирует потому что если человек сообразительный посмотрит на окружение увидит значит это стадо бабуинов а он там умеет что-то другой из них выделиться он чего поднимает свою доминантность искомую а это инстинкт это как размножение и еда это не преодолеть ничем они создают новую среду конкуренции интеллектуальной хотя вроде бы опускают образование это глубочайшее непонимание того что происходит то есть я бы сказал даже патологическое и их это приведет к обратному эффекту и не это уже чувствуется по всем параметрам потому что все время натыкаются как на вату создавая компьютерные проекты программу общегосударственные я не запускают то есть это все гаснет и все поэтому скажем так революционной ситуации даже при профилактике это не думают вот сейчас мы не будем их образовывать они вроде бы так дураками умрут ничего подобного здесь же умных то много не наделать да и не нужно а вот чтобы до тех кто где-то в глубинке сидит в глухой деревне в печке топится дровами и там ходят за водой если ему дать возможность для самореализации просто в рамках вот этой тупой программы компьютерного обучения и он окажется со способностями спасу не будет вот в чем проблема то есть они пытаясь загасить на самом деле уровень образования детей они создают способным еще раз подчеркиваю не всем способным хоть маленькие щели для того чтобы выйти на поверхность и это их конечно погубит но и Продолжение следует...